Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие! Я вас приветствую в прекрасном новогоднем настроении, и сегодня мы будем разбирать сладострастную, огненную, жгучую красотку Риану и ее ребенка, для того, чтобы посмотреть, а как себя чувствует Риана на самом деле, и кто же ее избранник. Мы об этом и не только будем узнавать сегодня с помощью астрологии, конечно, с помощью Картаро. Поэтому я вас попрошу не выключать это видео, смотреть его до конца, ставить лайк, подписываться на канал, ну и порекомендовать его подружке с Катиришкой, смотри, новое видео выпустила, как же мы его с тобой, да и не обсудим. Спасибо большое, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Я с удовольствием работаю, работаю с вами, работаю с вашими заказами, с заявочками, и разбираю только то, что вы просите. Давайте смотреть Риану. Шикарная барбадосская красавица, родилась 20.02.82 года, время рождения у меня тоже есть. Ира, откуда у тебя время рождения ее? Я астролог из Лос-Анджелеса, и у меня тут доступ к Голливуду рукой подать. Поэтому не удивляйтесь, что у меня есть ее время рождения, родилась она, значит, на острове Барбадос. Луна и Венера у нее находятся в Овне, и эта энергия сильно, особенно в начале ее карьеры считывалась, ее хулиганскими костюмчиками пусси, ее очень сексуальной энергией, постоянное там поглаживание по своим гениталиям во время выступления. Это Луна в Овне, это Венера в Овне, зажженная, горящая, абсолютно молодая, яркая, свежая кровь. Венера и Луна при этом напряжены Нептуном, что уже показатель того, что в личной жизни у Рианы полный трындец. Луна и Венера в квадрате с Нептуном окрашивают овновскую Венеру рыбьими качествами. Если вы не смотрели видео про Венеру в Овне, про Венеру в рыбах, посмотрите и посмотрите, какая там есть разница. То есть в основе своей жгучая, яркая красотка и вот эта внутренняя девочка, у нее жгучая такая матершиница, хулиганка, с каждым годом, чем мы становимся старше, тем напряженные аспекты, если их не прорабатывать, они все больше и больше нас захватывают, превращаются Венеру в рыбах. А Венера в рыбах, напоминаю вас, что не паршивый мужик, тот мой мужик, что не женатый, в того я влюблюсь. Если он еще моряк дальнего плавания, с которым можно попереписываться вообще непонятно с кем, дайте два. Если он вместо того, чтобы совокуплять меня, совокупляет мне мозг, дайте три таких мужика. В общем, Венера в рыбах, как я уже не раз говорила, одна из самых сложных Венер. Не означает, что невозможно проработать и сделать невероятной, крутой, интуитивной, просто, которая на подлете говноедов определяет, конечно, можно. Для этого вам нужно для начала посмотреть бесплатный курс по ссылке под этим видео. Ну а если вы уже знаете, что у вас с Венерой проблемы и с личной жизнью так себе истории, то для вас я приготовила Венера зажигающие действия, подайте времени к урду рождения, прописываю каждый из вас индивидуальный список, как вытащить, прокачать и усилить вашу Венеру, чтобы ни один говноед в вашей жизни никогда не появлялся. Появлялись только классные мужики. И вот, говоря про Риану, мы можем сказать, что она, конечно, падка на говноедов. Мы уже знаем с вами историю про то, как ее бывший Дрейк, Крейк, я, честно говоря, да, не в, понимаете, самый интересный факт обо мне. Я не то чтобы слежу за жизнью знаменитостями, но веду канал про знаменитостей. То есть для того, чтобы сделать мне максимально объективный взгляд, для того, чтобы просто читать натальную карту, мне вообще не нужны никакие информации. Чем меньше информации, тем лучше. Но про Риану я знаю, что у нее были абьюзивные отношения, он ее избил, она подала, в общем, там был скандал. И что вы думаете, конечно, она к нему потом вернулась. На какое-то время. И вернулась она к нему. Почему? Потому что зависимые и созависимые отношения и контрзависимость для Рианы – это не пустой звук. Сначала мы впадаем в зависимость, потом мы говорим, нам никакие мужики не нужны, это контрзависимость. Ну и все это зависимости и контрзависимости, конечно, от нашего товарища Нептуна. Плюс при всем этом, мало того, что это вот Нептун пьянит ее жаркую Венеру и жаркую Луну, так эти еще Венера и Луна находятся в 12-м доме рыбок. То есть рыбка в квадрате. То есть от жгучей матершиницы, сильной, дерзкой, пробивной девчонки в личных отношениях остается только лужица. Лужица, в которой жалеет, которая спасает, которая привлекает вся на мужиков с зависимостями, с употреблением разных запрещенных препаратов. Вот такая наша девушка Риана и вот так вот она выбирает себе мужиков. А если вы досмотрите это видео до конца, то мы сделаем раскладик, были ли у них отношения с Джей Зи. Вот Бьонси, когда она выпустила свой альбом о том, что мне муж изменяет, но я настолько классная Бьонси, что я прощаю. Давайте узнаем. Там, в общем, одни из намеков были на то, что Джей Зи там Риану шпили были, назовем это так. И вот мы на Таро с вами в конце этого видео проверим, было что-то или не было. Но, зная ее 12 дом, зная ее Нептуна, мои ставки, что было, но мы узнаем. И вместе с вами буду смотреть в первый раз. Мало того, что и Луна, и Венера, аспектированные Нептуном, находятся в доме рыбки, так Риана еще и рыбка по солнышку. Что мы можем вынести? Сцена, актерское мастерство, фото, видео, творчество. Это то, что сделала из обычной барбадосской девушки звезду мирового масштаба. Правильно ли мы понимаем, Иришка, что все рыбки могут так же? Да, вы понимаете правильно. Я всегда это знал. Все рыбки, все у кого солнышко в 12 доме, все у кого личные планеты напряжены Нептуном. Солнце, Луна, Венера, Марс или Меркурий, битые Нептуном в рыбках или в 12 доме, вам на сцену. Вам на сцену этой жизни или по-другому, вам в утиль. Вы либо на сцене, либо в утиль. И вот у нас тут Риана порадовала новым творчеством, порадовала новой своей песней. Спасибо ей за это. Я обожаю творчество Рианы, поэтому как бы тут с удовольствием послушаю ее новую песенку. Риана достаточно скрывает свою личную жизнь и очень редко что-то мы у нее узнаем, как правило, либо из таблоидов, либо от папарацци. Это почему? Потому что у нее Меркурий в квадрате с Плутоном. Да, мои хорошие, не только у вас есть заморочки по поводу того, что вас сглазят, что всякую чернь на вас порчу нашлют. Риана этого всего тоже боится. И тоже очень много каких-то мыслей, своих идей, своих чувств. Не проговаривает, зажимает, зажирает. И, в общем-то, с этим связан ее лишний вес. В общем, тут такая история, что всем нужно изучать астрологию и вам, и Риане. Но давайте же скорее обратимся к ее карте, к натальной карте ее сына, который родился 13 мая 2022 года. Давайте посмотрим. Я, скажу честно, совсем не знаю, с кем она, с каким-то опять рэпером. Ну, потому что, ну, с кем она может быть? С Луной, с Венерой в 12-м доме, с набитым Нептуном. Если на нее не работает отряд эзотериков, а судя по тому, что она не выпускает новые творческие песни, ушла в бизнес и в какое-то производство косметики, что в целом, на самом деле, нифига не для рыбок. Значит, никакие эзотерики с ней не работают. Может быть, работают да не те. И я, честно говоря, не смотрела ничего. Там какой-то Апаш Рокки, какой-то рэпер, ху**пер. Ну, в общем, все, все как Венера в 12-м любит. Все отбросы общества, все вот они, пожалуйста, дайте два. Поэтому я про него вообще ничего не знаю. И смотрю на ребенка с точки зрения посмотреть, что чувствует мама, что чувствует, как себя ощущает Риана, звезда. Ну, и, в общем-то, конечно, расскажу вам про папу, даже если я вот не знаю, кто он по натальной карте. Натальная карта ребенка никогда не врет по поводу описания, правильного описания родителей. Итак, ну что, у ребенка Луна в весах. Да, еще раз, перемотайте. Услышьте в начале нашего видео, говорила ли я что-то про знак Зодиака весы. Правильно, не говорила. Потому что знака Зодиака весы в Риане нету. Риана пошла жестко по пи***е из Луны в Овне, из Венеры в Овне, из Солнышка в Рыбках, из Марса в Стрельце. Ребенок ее увидел дипломатичным приложением к папе. А-а-а! У тебя здесь нет власти! Ну, классно. И если вы мне говорите, что звезды не могут пойти по звезде, вот она, пожалуйста. Вот Риана, вот ее деградация. И ее деградацию мы видим в натальной карте ребенка. Мама полностью идет за папой, слушается папу. И мама в целом озабочена удержанием папы больше, чем воспитанием ребенка и вообще желанием этого ребенка в целом. Луна, напряженная Плутоном. То есть ее ку-ку с Меркурии квадрат Плутон перерастает в карту ребенка. Я очень часто провожу консультации 3D. Что такое 3D-консультирование? Это мой личный индивидуальный способ. Я его изобрела. Когда я целый род, как гирлянду, разбираю и смотрю каждого члена в роду. Идет он в деградацию, идет он на повышение ставок, на усиление рода. Так вот, если смотреть Риану, я не смотрела карту ее мужика, потому что я понимаю, что тут еще кусочек того самого на букву Г. Я смотрю на карты ребенка и могу делать выводы про Риану, что она идет в деградацию. То есть она забыла себя, потеряла себя. Надеюсь, что через какой-то пи***ц развод или еще что-то она себя обретет, конечно. Но по-хорошему, для чего я записываю этот канал? Чтобы вы туда не слетели. Чтобы вы себя никогда не потеряли. Чтобы всегда у вас был спасательный круг в виде астрологии. Не, ну это очевидно, база. Так вот, раскладываем две карты. Мамину и ребенка. Что видим? У мамы Меркурий квадрат Плутон. То есть не говори, не проявляйся, не делись своими мыслями, а то тебя сглазят, убьют, проклянут. Передает она ребенку. Мир это место, дорогой, где тебя проклянут, проклянут, если ты проявишь свои эмоции, проявишь свою слабость, тебя сожрут. А если ты проявишь свою радость, сильно порадуешься, сильно плакать будешь. То есть мама настолько, мало того, что себя потеряла по знаку, так она еще и аспектами все изганбрала своему ребенку. Это неплохо, нехорошо. Я знаю, что у меня сейчас смотрят девочки, которые именно из-за того, чтобы разобраться в ребенке, пришли в астрологии. Вы умнички, вы уже лучше, чем Риана. Риана не пошла разбираться, почему все идет по звезде. При этом Луна в гармоничном аспекте с Сатурном. Это значит, что мама умеет работать трудолюбиво и в целом как бы умеет вжобовать. Что в целом для Луны Вовни и Венеры Вовни приемлемо. Интересно, что Венера Вовни у мамы, то есть у Рианы, это передалось ей от ее мамы. Ее мамина послание звучит так, Риана, разъебь этот мир. Мама, судя по всему, разъебь не смогла. Пойти в сексуальное удовольствие, в веселье, в хулиганство ее не позволяло. Может быть, время, в которое она жила, может быть, религия или еще что-то. Потому что мама там религиозная, какая-то, я думаю, что католическая, свихнувшаяся женщина. И она такая, ну, дочка, позажигай за меня и за того парня, да? За тебя и за Сашку! И что делает Риана? Она своему сыну передает Венеру Вовну. То есть говорит о том, что самые лучшие женщины это инициативные, активные, пробивные, смелые львицы-тигрицы. Вопрос тогда, если ты говоришь своему сыну, что такие женщины сделают тебя счастливыми, потому что мама тоже хочет отжечь, скажи мне, пожалуйста, Риана и все женщины, которые из овна с рыбкой превращаются в весов, что тебе-то не зажигалось. А я вам скажу, комплексы, страхи, установки, с которыми работать страшно, не хочется и фу-фу-фу. Поэтому лучше будем плодить детей, которые смотрят на нас и не понимают, откуда вообще взялось, откуда взялся знак весы в карте у такой огненной мамашки. Венера Вовне, то есть мама все-таки говорит, что сынок отжигай, отжигай. Что касается папы, папа какой-то, знаете, весь в себе на нервах. Папа, который будет строить этого ребенка. Папа либо далеко территориально, то есть в карте ребенка звучат колокола развода, хотя вот, честно говоря, в Вангой ходить не надо. Мы смотрим на Риану, мы смотрим на ее Венеру, мы понимаем, что она живет по Луне, по звезде, соответственно, развод не минуем. Ну, это понятно. Мы смотрим на папу, у папы есть солнце-квадрат Сатурн, то есть папа давящий, геспотичный. Папа либо не рядом, что это, кстати, не самый плохой вариант для такого папы, либо папа задалбливает своими правилами, плюс солнце в соединении с Ураном. Папа неожиданно принимает неожиданные решения, которые стрессируют самого ребенка и стрессируют его мир. То есть мы делаем выводы, что, конечно, не минуем, не минуем у этой пары расставания. Очень жаль, очень жаль смотреть на деградацию, смотреть на деградацию Риану, на ее деградацию внешнего вида творчества. Да, она выбрала деньги, да, она со своей Луной в гармоничном аспекте с Сатурном решила, что деньги это важнее, чем творчество, но тем самым придала свою душу, тем самым придала свою природу, тем самым в карте ребенка у нас какое чудо-юдо рыбакит, а вовсе не мама Риана и не мама звезда всех звезд. Давайте возьмем Таро и посмотрим еще на Таро. Расклад на то, что происходит в паре у Рианы и ее бойфренда молодого человека, мужа, не знаю, вот этого Апаша, Рокки и, в общем, отца ее ребенка. Трагнички какие-то происходят. Ну, давайте смотреть. Что за процесс они проживают? Что в ресурсе? Итак, в ресурсе у Бурианы стоит рыцарь дисков. Это карта, которая означает «я здесь батя, я здесь финансовая безопасность», но при этом в карте ребенка отыгрывается, что я папино бесплатное приложение. Значит, сейчас она в какой-то уроке, в каком-то развитии, карта Эон, и все идет к принцу кубков, то есть каким-то чувствам, либо к какому-то другому чувственному мужику. У него на нее в ресурсе карта борьбы, карта ограничений, наложенной внутри и снаружи, он с ней конкурирует, он с ней борется, он употребляет однозначно какие-то препараты, потому что карта звезда, карта звезда рядом в окружении с негативными картами, это зависимости, значит, иллюзии, розовые очки и прочая ерундистика, и все это у него выходит веселье в шута, в ноль, в ничего, в начало чего-то нового, думаю, что еще и по карте ребенка, и по раскладу, ну, такой себе, такой себе. Как вы услышали, если бы там была хоть какая-то карта про любовь, гармонию, я бы вам ее обязательно сказала. А теперь мы с вами залазим в самое пекло. Был ли секс у Рианы с Джей-Зи? Был ли секс у Рианы с Джей-Зи? Сто процентов у Рианы и Джей-Зи был секс. Сто процентов. Нет никаких сомнений, карты не врут. Карты не врут, вечеринка, веселье, и что-то, знаете ли, мне кажется, что там еще даже не все закончено. Потому что колесница в ресурсе этого ответа на этот вопрос это как будто продолжение, как будто поход по кругу. Но мы помним, что Риана со своей Венерой в 12 доме к женатым в целом нормально относится и как бы любит их спасать, жалеть, быть номером 2, 3, 10, следующая карта финансовый успех. То есть в целом Риана сделала свою карьеру с Джей-Зи, в том числе через постель, в том числе через понимание с кем надо вовремя переспать. Но мы ее не можем осуждать, мы ее не можем обсуждать, просто нам было интересно, просто нам было интересно. Что, какие выводы мы можем сделать? Какие выводы мы можем сделать по Риане? Риана, Венера, в пиздец, не будь как Риана, качай свою Венеру, Венера, зажигающая действия, ссылка под видео. Риана Риана не работает с астрологом, не работает ни с каким эзотериком, потому что иначе, или работает с очень плохим, потому что любой хороший толковый специалист бы отправил ее дальше петь и обратно на сцену, потому что без сцены мы видим ее ужасный внешний вид, мы видим ее привязанности к наркоте, ее курение марихуаны и в общем всего, что делать не нужно ни в коем случае, рыбки так тем более. Потеряла на себя в своих отношениях, не справилась со своей зависимостью со зависимостью, впереди нас ждет громкий развод, не думаю, что Риана будет высказываться со своим Меркурием в квадрате с Плутоном, а как вы думаете, как сложится жизнь Рианы, понравилось ли вам это видео, как вы вообще, нашли ли вы в Риане какие-то собственные черты, ну и конечно в комментариях загадывайте новых звезд, а я их обязательно выведу на чистую воду. Я вас люблю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok